Всплески солнечной активности Жизнь, которая готова к этому, воспрянет Для духовных искателей наступает благоприятное время Одни этим воспользуются, а другие будут жаловаться на жизнь Что выберете вы? Слишком жарко для августа после сезона дождей Вероятно, в следующие 10-12 месяцев температура будет в среднем выше, чем в предыдущие годы Потому что наблюдается всплеск солнечной активности Мы должны понимать, что жизнь на этой планете получает энергию от солнца Солнечная энергия — это не ваше изобретение Хотя вы и придумали солнечные батареи Лист дерева — это солнечная батарея Сама планета — это солнечная батарея Все, что вы здесь делаете Едите растения или животных Или включаете освещение, ради которого сжигаете дизельное топливо, уголь или что-то еще Неважно, что именно — все это солнечная энергия Основная энергия на этой планете — это солнечная энергия В таком случае Если Вы получаете дополнительный приток солнечной энергии И вы знаете, как этим воспользоваться Это огромное преимущество Если вы не знаете, как этим воспользоваться То вас может поджарить Да? Что значит воспользоваться? Как всем вам известно Или, может быть, неизвестно Многие из вас наивны благодаря книгам Вы никогда не ходили по этой планете Все растения пробуждаются разом Когда приближается лето Мы называем это время весной В начале лета жизнь уже бьет ключом Когда солнца недостаточно Все замедляется Вам известно об этом? Вы где-то об этом прочитали? Когда солнце дарит больше энергии Жизнь, которая готова к этому Воспрянет Жизнь, не готовая к этому Увянет Или сгорит Если почва плодородна И содержит достаточно влаги А солнце по-настоящему жаркое Это дерево будет расти в два раза быстрее обычного Если почва скульдна Солнце сожжет его То же самое происходит со мной и с вами Если ваши корни Находятся в питательной среде Тогда солнечные вспышки должны зарядить вас Потому что мы не отличаемся от любой другой жизни на этой планете В плане физической структуры Физическая структура не в смысле формы А фундаментальной физической структуры Того, как она эволюционировала и чем стала Это одна и та же история От амебы до человека Любая жизнь Будет процветать Имея богатый источник питания А иначе погибнет Или как минимум пострадает Следующие 10-12 месяцев Могут быть очень жаркими Хотя и не обязательно Потому что это зависит от того Как будет реагировать Мать-Земля Больше тепла Означает больше испарений С поверхности водоемов Особенно это касается океанов Как самых обширных по площади Во что превращается вода после испарения Первым в основном образуются облака При существенном росте Облачного покрова В свою очередь начинается охлаждение Но когда образуются облака Они не могут просто остаться на месте Или рассеяться Большей частью они выпадают в виде осадков В тех частях планеты Где достаточно холодно Пойдет снег Там, где теплее Та же вода Прольется в виде дождя Возможно Следующее лето Станет одним из самых больших испытаний Для умеренных климатических сон И в какой-то степени Для нас тоже То есть Даже если 20% снега В среднегодовом выражении Выпадет в виде дождя Это приведет к невообразимым катастрофам Для населенных мест И особенно городов Если вы живете в Дели Или в Мумбаи То вы могли заметить Что кроме автомобиля Вам следует иметь улоп Да? Потому что Там наводнения случаются каждый год А не раз 12 лет, как раньше Когда такое происходит каждый год Вы не сможете жить в этих городах без лодки Вследствие разных причин Южная Индия поддержана этому в меньшей степени Но возможно, что по мере общего потепления Облачные массы и муссоны Будут смещаться севернее Будут уходить дальше от экватора Это естественное явление С повышением температуры Муссоны движутся в сторону полюсов Поэтому на широте Германии Или из Швейцарии Могут начаться дожди Но эти земли не готовы К таким потокам, как у нас Им нужен снег Но почему мы говорим о дожде и муссонах Садгуру Это же Дарш Знаю, знаю Я просто хочу сказать Что для духовных искателей Наступает благоприятное время Одни этим воспользуются А другие будут жаловаться на жизнь Что вы выберете? Вы должны этим воспользоваться Поэтому важно позаботиться о том Чтобы сохранить эту энергию Превратить ее в продуктивный процесс А не впасть от этого в расстройство Что касается медицинских предписаний Чего вы должны придерживаться Сколько выпивать воды и так далее Я попрошу составить для вас список Все это мы вам дадим Но важно то Что большинство из вас Практикует сурья крии Это означает Что мы пытаемся Аккумулировать больше энергии Теперь она оказалась в свободном доступе Даже для тех идиотов Которые ничего не практикуют Если вы соберете ее правильным образом То заметите в себе Определенное оживление энергии Если нет То почувствуете истощение Предстоящий год Будет благоприятным Для духовных искателей В следующие 12 месяцев Я хочу этим воспользоваться И увидеть максимум освящений Который мы хотим провести Пока природа нам благоволит Я говорю об этом не потому Что занимаюсь изучением солнечной активности Мое тело — это барометр Каждый день Тело сообщает вам что-то Но вы должны научиться слушать Для того, чтобы пить воду Вам необходимо предписание Сколько литров воды вам следует выпить Собаки, кошки, птицы Все знают, когда им нужно пить А когда нет Не так ли? Как же получилось так, что люди не в курсе? Это потому что облака В небе несут нам пользу Но от тумана в голове нет никакой пользы Головы оказались в тумане Потому что ваша основная ошибка Заключается в том Что вы стали принимать за реальность Свои мысли и эмоции Прямо сейчас Все думаете о тиграх Сможете? Теперь думайте о цветах жасмина Получается? Теперь думайте о дьяволах Вы можете думать обо всем О чем захотите Не так ли? Но как то, что вы создаете Может причинять вам страдания? Если вы создаете себе страдания Вы определенно пребываете в замешательстве Не так ли? Да? Не просто в замешательстве А в замешательстве самих основ Потому что Ваша основная ошибка заключается в том Что вы приняли реальность Созданную вашей психикой За экстенциальную истину Душевность состояния Это наше творение Мы способны сделать его таким Как нам хочется Вы создаете спектакль Спектакль в собственном уме По крайней мере Будьте хорошим режиссером Да? Вам нужно немного освоить режиссуру Вы должны решать Какое здесь развивается действие Не так ли? Или если вы не знаете Как вести действие То хотя бы остановите его И просто сядьте Уделите немного внимания Тому, что происходит Хотя бы раз в 3-4 часа Просто закройте глаза На пару минут И понаблюдайте за тем Что происходит Прямо сейчас Хочет ли это есть? Выпить воды? Или просто дыхания достаточно? И что происходит? Ваша жизнь заслуживает Хоть столько внимания? Я спрашиваю вас Хоть столько внимания? Тогда делайте Следующие 10-12 месяцев Это благоприятное время В декабре Когда будет жарко Но уже приятно Мы посвятим этот месяц Саддане в центре йоги Иша Это благоприятное время Для тех, кто открыт жизни Любое время является благоприятным Те, кто не открыт жизни Всегда будут пытаться понять Какое время подходящее А какое нет Если вы открыты жизни Любое время будет подходящим Давайте воплотим это в жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok